Друзья, привет! С вами Джабо Макс и в этом видео мы поговорим о таком вот аккумуляторе для геймпадов Xbox One. А также я вам расскажу объяснение вируса геймпада, о котором я говорил в недавнем видеоролике. И начнем мы, пожалуй, с данного аккумулятора. Многие скажут, а что про него вообще говорить? Это простой аккумулятор, который просто вставляется в геймпад Xbox One и который держит заряд. Ну, ты его подзаряжаешь, а потом играешь. Все верно, это простой оригинальный аккумулятор, который должен держать 30 часов и который должен заряжаться за 4 часа. Ну, это не я сказал, это так заявили Microsoft. Все почему-то знают только это о данном аккумуляторе, а о проблемах с данным аккумулятором абсолютно никто не знает и о них я сегодня и расскажу. Начнем, как всегда, с маленькой предыстории. А данный аккумулятор я покупал где-то 3-4 года назад, когда я купил Xbox One, прям вот, наверное, через 2 недели после покупки самой консоли. Купил я его ради того, чтобы не покупать миллион батареек, поскольку я знаю, что батарейки выдерживают около, наверное, 3-4 суток активной игры. Да, вот, ребята, у меня больше они не выдерживают. Я не знаю, у кого там батарейки выдерживают по 14 дней, у кого там неделю, но какие батарейки я не покупал, у меня все равно держится, ну, максимум 5 дней. Данный аккумулятор держит довольно-таки долго и имеет такую функцию, что ты можешь его подзарядить во время игры, это очень здорово. То есть тебе не нужно менять батарейки во время игры, ты просто вставил шнур в геймпад и дальше играешь, подзаряжая данный аккумулятор. Когда он подзарядился, ты просто там вытащил USB-шник и играешь дальше без провода, это очень удобно. Но знаете, держал он заряд, наверное, офигенно лишь в начале. Через где-то года полтора мне он начал уже пудрить мозги. И начал пудрить мозги мне тем, что он то ли не до конца подзаряжался, то ли не держал заряд. То есть, по сути, он сократил свой срок жизни. Раньше он держал, ну, невероятно многое, то есть я даже как-то не наблюдал, когда у него кончается батарейка. Но через полтора года после покупки, после активной игры, он тупо перестал держать нормально заряд. То есть мне приходилось чуть ли не каждый день заряжать этот аккумулятор, либо же он вообще не заряжался. С данным аккумулятором дается длинный USB-провод с индикатором, который показывает, заряжен данный аккумулятор или нет. Белый фонарик означает, что аккумулятор полностью заряжен, а желтый то, что он подзаряжается. И через какое-то время данный аккумулятор у меня почему-то перестал заряжаться полностью. То есть у меня практически всегда горела желтая лампочка, что означает, что он заряжается. Мне это немножко, конечно, бесило, но я не обращал внимания, поскольку аккумулятор хоть как-то, но держал заряд. Да, это было немного, он там максимум хватал на два дня, на три. Как бы это было приемлемо, потому что я понимаю, что каждой батарейке, каждый аккумулятор когда-то садится. И вот совсем недавно данный аккумулятор у меня все-таки сдох. Да, он не сдох полностью, то есть он как бы держит чуть-чуть заряда, но совсем чуть-чуть и около, наверное, 10 минут максимум. То есть когда я вставляю USB-шник, чтобы подзарядить аккумулятор, он мне сначала высвечивает желтую лампочку, а потом он показывает белую лампочку, что ты можешь вытащить там USB-шник и играть без провода, не заряжая аккумулятор, поскольку аккумулятор полностью заряжен. И, к сожалению, когда ты убираешь этот USB-шник, данный аккумулятор держит всего лишь 3-7-5 минут, где-то так в этой области, и дальше он просто врубается и требует опять зарядку. И хочу заметить, что почти в тот же момент он сдох не только у меня, но еще у многих моих подписчиков, которые мне писали, типа, что мне делать с аккумулятором, типа, он не подзаряжается. На самом деле, данное совпадение очень странное, что данный аккумулятор сдох не только у меня. Но тут, скорее всего, объяснение одно, скорее всего, парни брали данный аккумулятор совсем давно и, наверное, 3-4 года назад. И, скорее всего, 3-4 года это срок жизни данного аккумулятора. Как вывод к данному аккумулятору, хочу сказать, что это все-таки довольно-таки годная штука. Данная штука стоит всего лишь там где-то 1500 рублей, и его хватило на 3-4 года, что, я думаю, вполне неплохо. Если покупать за данный промежуток только батарейки, то у вас уйдет намного больше денег, нежели 1500 рублей. Поэтому, если кто-то покупает батарейки, простые батарейки, то лучше купить все-таки аккумулятор. Как альтернативу данному аккумулятору могу предложить лишь вот такие вот батарейки, которые тоже являются аккумуляторами. Их плюс заключается в том, что они тоже дешево стоят, и вы можете накупить там много таких батареек, и в какой-то момент просто их менять, заряжая другие. Тоже очень удобно. Данными батарейками я пользовался на геймпадах Xbox 360, они тоже меня очень хорошо выручали. Тоже вполне себе удобный вариант, но они не подзаряжаются во время игры, что иногда фиговенько. Потому что бывают такие моменты, когда ты играешь в мультиплеер, и ты хочешь там быстро-быстро заменить батарейки, но у тебя это не получается. Ты втыкаешь их, и уходит на это время. А с данной штукой, вот с оригинальным аккумулятором для геймпада Xbox One, ты просто сомнил USB-шник и играешь дальше. Очень неплохо. Я думаю, насчет данного аккумулятора вы поняли, что он живет 3-4 года, и иногда тупик. Вот. Теперь перейдем к объяснению вируса геймпада Xbox One. После записи недавнего видеоролика очень много посыпалось вопросов в том, как решить данную проблему, что это такое, почему. Потому что, оказывается, данная проблема встречается практически у всех. Прям у многих реально очень было много подобных вопросов. Типа, как убрать вирус, у меня такая же фигня. Но знаете, ребят, многие подписчики, оказывается, знали ответ, и большое спасибо, что откликнулись. Большое спасибо, ребят, вам, что вы написали в комментариях, что вы написали в ЛС, что это за проблема и как она решаема. На самом деле, это никакой не вирус, а, скорее всего, особенность дашборда Xbox One. То есть, когда я описывал эту проблему, у меня возникал такой когнитивный диссонанс о том, что в играх у меня стики работают нормально, за исключением правого, который сломался. Ну а в дашборде они начинают у меня тупить. Так вот, суть в том, что это все-таки особенность дашборда. Когда вы отклоняете правый стик в любую сторону, независимо, сломан он у вас, не сломан он, то данные кнопки почему-то работают по два раза. То есть, грубо говоря, у кого сломан стик, то у того будет в дашборде перепрыгивать. Так, теперь более наглядно. Мы берем геймпад и просто нажимаем. Видите, он не перепрыгивает. Но как только я отклоню стик в какую-то сторону, к примеру, ну давайте вниз, и буду нажимать либо сюда, либо сюда, он у меня будет перепрыгивать через одну. Это не конкретно с каким-то геймпадом, а со всеми. Я не знаю, зачем они такую фигню сделали, поскольку давным-давно такой фигни не было. Да, у меня ломался стик, но у меня никогда дашборд не перепрыгивал. Теперь же в новом дашборде я не знаю, когда это все-таки ввели, такую вот фичу. При любом отклонении стика вправо-влево-назад-вперед, неважно, и если у вас он просто ведет в какую-то сторону, данные кнопки у вас будут щелкать по два раза. То есть это никакой не вирус, а тупо особенность дашборда. То есть, если вы хотите убрать вот это вот перещелкивание, вы должны убрать проблему со стиком. На самом деле, я не знаю, зачем они это сделали, поскольку это совершенно тупая фича, чтобы при отклонении стика у вас в два раза нажималось. Для чего это? Да, скорее всего, для того, чтобы мы покупали больше геймпадов, поскольку проблема со стиками, то, что их ведет в какую-то сторону, это весьма популярные проблемы. Чуть ли не каждый третий с ними столкнулся. Чтобы в стик не вело, у вас есть там два-три решения. Первое, либо отправить его на замену, если у вас не истек срок гарантии. Если что, гарантия на геймпады Xbox One в комплекте с консолью действует один год, а если вы его покупаете на стороне, то есть отдельно, то где-то срок три месяца, по-моему. Потому что, когда я хотел обменять мой геймпад, то мне сказали, что гарантия на отдельные геймпады только три месяца, хотя раньше был год. Не знаю, как сейчас. Другой же вариант, отнести его в сервисный центр и отдать полторы тысячи за стик. Либо же просто разобрать данный геймпад и припаять аналог, купленный с Алиэкспресса. Но, сразу предупреждаю, что если вы будете паять заказавший аналог с Алиэкспресса, или же отвезете геймпад в сервисный центр, то будьте готовы, что стик у вас будет не такой. То есть он будет у вас намного туже, нежели стик оригинальный, поскольку это все-таки не оригинальные аналоги. Потому что я знаю, что это такое. У меня был сломан стик на данном геймпаде, и мне там просто заменили аналог за 1500 рублей. Блядь, я дурак. Надо было просто купить новый геймпад. И он ведет себя намного туже, нежели оригинальный. Прям намного туже, и вы это ощущаете. Тем более, со временем он может у вас хрустеть. Ну, я думаю, вы услышали. Поэтому, ребят, если у вас сломался стик, то лучше поищите по скидону геймпад и купите новый геймпад, и не морочитесь. Если же есть гарантия, то обменяйте. Это будет самый лучший вариант. Поэтому, как-то так, ребят. Берегите свои геймпады. Если понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях о своих проблемах Xbox One. У кого там сломался аккумулятор, у кого сломался стик. И большое спасибо вам за просмотр, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok